ребятки всем огромнейший привет из солнечной анталии для тех кто не в курсе это турция и мы в турции путешествуем сейчас по турции своим ходом у нас прекраснейшая погода градусов наверное 20 может быть даже 25 по солнце видите детвора раздетая я сегодня тоже в шортах вот на солнышке прям вообще идеально тенечек чуть конечно да так становится уже по осеннему прохладно да ладно декабрь на дворе погода все равно великолепная так друзья сегодня выпуски и будет много моря мы сейчас двигаемся на пляж лара посмотрим как там обстановочка купаются не купаются детишки поиграют песочки посидят насенька тоже зарядится морюшком а я для вас покажу поснимаю в этом уже были но я много что упустил поэтому сегодня исправимся походим побольше походим подольше и передам вам атмосферу морскую через экраны погнали у нас сегодня снова день рынка берите сколько оливкового масла посуда короче это только начало рынка он продолжается очень долго я как-то показывал выпуске зайдите посмотрите где мы полностью по нему прошлись и показали все цены в принципе здесь ценники одни и те же ароматы потрясающей всякой зеленушки у нас здесь в общем вот такая улочка прям местная местная мы прошли в рынок уже закончился этот рынок патрулирует постоянно местные полицейские гоняют всех тех кто видимо как-то незаконно встает на столбах вызовы такси вот так они выглядят на кнопочку нажимаете все если такие вот телеком и таксофон и вот помню да раньше такие были и в россии но сейчас таких в россии нету а здесь они по-прежнему ну не то что как бы популярны но видимо люди пользуются местные магазинчики все что угодно можно купить хурма 6 лир тыква 5 лир что еще тут у нас все ничего больше не видел местный супермаркет вот еще торгуют чем-то но это уже такие так сказать остатки рынка это изюм огромная гора изюм очень вкусно нам кстати до морюшка от нашего дома идти примерно 25 минут пляж называется лара я как раз специально прямо сейчас засек сколько мы будем идти вот уже идем 10 минут но чуть осталось в тот раз мы здесь шли здесь еще была стройка а сейчас уже смотрите открыли магазин english home типа английский дом это находится вот возле вот этого вот здания и как раз сейчас происходит выгрузка так артем проходи мне вообще кажется знаете что вот этот комплекс он очень достойный для жизни потому что тут и до парка дюдинского вообще недалеко и до пляжа лара тоже рукой подать и рынок на который мы ходим тоже рукой подать идеальный такой конечно комплекс интересно почерпить будут стоить квартиры единственный минус это постоянно вот эта дорога на которой трафик автомобильный конечно достаточно плотный так смотрите вот здесь вот нам нужно повернуть направо вот здесь как раз на указателях вот на вот этих вот видите там есть лара пляж вот туда и пойдем если ехать идти точнее прямо в аэропорт придем вот а мы двигаться сейчас будем вон туда вот вниз и осталось прям совсем 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 чуть а вот этот район лара здесь он весь такой из уже наверное отелей даже уже сделал типа вот отельчик вот домики но скорее всего это такие квартирного типа отеля вообще сколько изучаю информацию мне кажется анталия она очень резко отличается от алании потому что в алании вот все во первых здание повыше как-то везде вот это отельная инфраструктура там отельный сервис если здесь например купить квартиру это будет просто квартира то в алании это будет квартира с отельным сервисом делают эти знаете все все включено короче хамам и бассейны и так далее и тому подобное но дала не мы доедем обязательно все так сказать сравним уже по факту перешли мы значит дорогу очень я не люблю а как низко очень я друзья не люблю здесь переходить дороги потому что пешеходов здесь вообще не пропускают даже не пропускают на пешеходных переходах единственное что пропустят если есть светофор то есть для машин красный для пешеходов зеленый только в этом случае они конечно пропустят мой глаз друзья до сих пор не может привыкнуть к тому что вот мы ходим по улице и повсюду растут апельсины и причем это не мандарины по моему даже это именно апельсины какой кайф ай но они еще какие-то твердоватые а вот эта улочка по которой мы сейчас двигаемся вот она прям такая туристическая то есть здесь открываются всякие палатки с надуважками сейчас покажу вот ну по-прежнему мод на любом дереве висит штуковина вызвать такси и здесь вот я говорил что очень много уже табличек начинаются с табличками с названием отелем и также видите чисто такой сочинский снаю там дорога по дожде с экскурсиями дай единственное что сейчас на экскурсию друзья можно будет только сдав тест на ковид вот да и вот короче все экскурсии которые есть в турции типа в анталии но по факту там да по моему колено доехать далеко там типа демре мура тоже далеко вот не знаю как здесь возят наверно каких-то специальных автобусах ну и вот собственно туристические палатки с этой стороны с той стороны по-прежнему продаются надуважки мой любимый столб где куча куча городов указано мне прям нравится вот такие вот столбики вот и я думаю что летом конечно здесь гораздо больше активность ну в любом случае людей это естественно и в плане всяких там надуваж вот пока здесь только так вот две палатки местная мусорка я вас такую мусорку хожу выкидываю мусор нажимается просто на педальку и выкидывает сюда мусора потом сюда приезжает значит человек на байке и собирает весь мусор к себе в тележку ну вот типа наподобие того вот мужик от вот только там такие здоровые тележки и вывозит мусор куча банкоматов где можно снять налик если вам требуется вот впереди большущий магазин мегрос у нас возле дома мегрос мы там покупаем продукты в этом вот еще районе вот очень много значит всяких экскурсий они прям вообще на каждом углу вот как прям как в сочи вот и очень много уже появляются российских названий типа вон видите меха и кожа мы прошли этот ресторан написано мясо рыба и также здесь уже много прокатов автомобилей то есть например нашем районе вообще почти нету а здесь вот гораздо больше здесь есть такой отель сера называется у них собственный пляж на пляже лара меня прошлый раз из этого пляжа выгнали подошел охранник и сказал типа браслета нету до свидания вот и мне как говорится пришлось удалиться где такая растительность очень приятно гулять по анталии вот прям очень единственное что я стал замечать мусора очень много турки вот прям любят мусор и везде мусора что конечно не совсем приятный вот мы например идем вот здесь вот возле отельчика конечно все убрано а вот например на той стороне повсюду повсюду валяется куча куча мусора кстати еще что касается аренды вот есть велосипеды в аренду и вон там стоят байки ну типа тук-тукки еще кстати показывал что здесь есть самокатный шеринг он здесь вообще минимум его они до сих пор эти самокаты свои привязывают к столбикам вот как пользоваться ими я не подскажу не брали и вряд ли я его возьму не совсем хочется связываться с арендой здесь в турции а если вы приедете на этот пляж или точнее придете то вот тут вот на выходе есть огромный парк такси вообще на любой выбор можно взять себе даже минивэнчик если у вас такая большая семья как у нас ну а мы собственно дошли до пляжа вот у них здесь получается маркет этот маркет относится к отелю сера сегодня и пятница здесь машин так много припарковано вот еще есть парковка если вдруг куда будете на своей машине то знаете и вот он проход на сам пляж на саму набережную вот через эту арочку вот так друзья это выглядит пальмочки цветочки все очень и очень красиво и даже здесь есть такая штука чтобы вызвать такси семь дней в неделю 24 часа в сутки вот и вот она вывеска анталия лара пляж все сейчас пойдем к морюшку и да я же засекал время смотрите значит мы дошли до пляжа за 30 минут очень медленным шагом с детьми с коляской то есть но я считаю что очень прям нормально мы когда в сочи жили в урожайке мы примерно за такое же время тоже доходили до эмеритинского пляжа в сириусе да ну и конечно полно людей люди купаются море наверно вообще теплющее класс здесь на что видите тучки подходят здесь такая вот интересная зона где можно пожарить сейчас подойдем поподробней все расскажу а вон там вот где вот эти вот постройки вот это вот это как раз территория отеля и там пляж платный меня как раз именно оттуда и выгнали детвора вон все побежала морюшку так смотрите пляж называется пус бич вот это вот это туалет и бесплатный этот раз ходил и вот он вход на пляжик почему я пацан сказал давайте здесь зайдем потому что здесь есть спуск для колясок нет пора бежит здесь есть душевые кабинки почти не кабинки а просто душ ухва ухва есть лежачки играет турецкая музыка и все очень и очень друзья классно мне конечно очень интересно посмотреть на обстановочку здесь лето мне кажется вообще все очень сильно будет забито здесь такие вот переодевалочки очень цивильно сделаны и так же здесь видите есть душевые все классно все покрашено здорово это очередной вход но только на том вот входе на который показал есть хороший такой достаточный спуск для колясок продается кукуруза вот тут поскольку не знаю цен цены нету и вот они на зона где можно вот так приехать друзья и пожарить шашлычок то есть у каждого есть вот такая печка и стол и в этом парке их огромнейшее огромнейшее количество гляньте какой кайф и вас чик сразу так вот через набережную морюшко жарите поели хлопс и поели поели и пошли искупались здорово люди боются вас чуть-чуть подальше проходим и здесь есть вот такой вот прям спуск бетоном залитый я не знаю возможно это для какой-то техники на воду спускают потому что видите вот как бы здесь дорога и сразу через набережную еще дорога классно что везде стоят мусорки можно выкидывать мусор блин шикарно вообще никого нету такое спокойствие друзья такая гармония кай сейчас мы сами туда дальше будем проходить смотреть что там есть потому что мы в вот этого дерева развернулся и обратно пошел а сейчас мы с вами пройдемся и все посмотрим потому что я смотрю что вон там тоже заезжают на машинах там тоже типа какой-то пляж но в турции есть такая проблемка что в основном все пляжи поделены между отелями и на них вот так вот просто не зайдешь и не подыхаешь вот есть вот такие вот так называемый городской пляж куда вот ты можешь прийти и как я читал что летом здесь конечно творится крындец ну не знаю сейчас здесь хорошо прекрасно я если знаете что не знаю сколько это стоит но почему-то мне кажется что это такая бесплатная история вот стол вот печь блин вот у нас такого вообще не найдешь пацаны идите сюда скорее пацаны сюда скорее идите артем идите скорее сюда ритиха штука сидит пацаном покажу я начал думал искусственно не это настоящее офигеть так в общем и залипли здесь на эту ящерицу еще в чем показать что видите вот эти вот зеленые будки 1 2 это туалеты и они тоже бесплатный вот есть и меня смотрят сочницы предприниматели вот администрациям кай вот посмотрите . пример просто офигенно ну вот пожалуйста друзья смотрите водные аттракционы в деле ведь еще функционирует вот там еще какой-то катер так здесь еще есть сандлэнд все закрыто но я так понял что там какие-то типа скальные такие списка сооружения вот давайте вот на афишу покажу вот вот так вот этот выглядит но вообще все запечатано так вот немножко конечно просматривается можно было бы дрон запустить но учитывая что здесь при над головой самолеты летают навряд ли это дело получится что здесь смотрите еще один маркет дальше шашлычки и но уже все достаточно все убрано на все-таки сезон основной закончился родион мы и так на море если ты не да сейчас пойдем так ну я думаю что здесь летом вообще кайф травка так пляж кула ним то ли мать и так он называется здесь что там по турецки написано ничего не понятно 10 прайс но он пока пустой вывеска вот так вот столики и ничего не работает ну понятное дело потому что сезон гейм овер ну да да насика правильно горит а у нас в резинки работает круглый год а тут вот как-то вот тут как-то так еще одни переодевалки душевые это бунгалы ведь все вот так вот упаковано вообще бунгалы конечно очень сильно устали хотя мне симпатизируют эти вот соломенные крыши и посмотрите ни-ка-го не-ту дальше еще что-то дальше начинает сейчас мы то что сами подойдем там посмотрим кстати здесь вот на этих столбах видите вай-фай зона я правда пытался подключиться у меня не получается требует требует значит российский ой российский господи турецкий номер все так высажено да меня конечно очень кайфует того что малолюдно две какие-то бунгалы еще и на крыше видимо можно судя по фонарю один человек в море только вот плавает детская площадка и вон там кстати в кустах тоже люди отдыхают я пожалуй сейчас перейду посмотрю что там она тоже столики но не так цивильно конечно как было там да гага бич вот это вот называется друзья пляж гага бич у них есть вывеска у них есть значит свой бар мангал маркет все вне сезонном состоянии есть детская площадочка небольшая есть бар посмотрите с фруктами но вот и тут наверное все функционирует можно что-то прикупить вот гага бич клап вот у них вот такая вот друзья вывеска турецкий флаг и летом вообще здесь конечно атмосфера вообще просто наикрутейший я прям уверен в этом и вот они бунгалы да то есть поближе мы подошли с вами да видимо на второй этаж тоже можно как-то забираться эти фонарики у всех самое что интересно чего здесь нету это то что нету прокатов сапборда вот такое море гладь я бы прям покатался бы с удовольствием а их нету а у нас не на каждом углу так тут такая бетонная площадка заделана брусчаткой есть турники есть даже этот водный мотик стоит тишина как говорится и покой это мы сейчас подходим уже к другому пляжу смотрите здесь по ходу летом проходят классные тусовки потому что смотрите висит гирлянда есть такие бунгалы видимо в которые люди занимают и кушают и вот это вот скорее всего летнее кафе которая сейчас не функционирует а вон стулья все перевернуто называется элдай бар вот название следующее название red white вот он ресторанчик и тут вот тоже вот такие бунгалы а вот это же доносится музыка здесь что-то работает туда прикольно на пляжах установили такие деревья видимо они еще и светятся по вечерам наверное здесь хотя бы музыка играет а самое что интересно что у этого пляжа друзья голубой флаг пляж куралари здесь собаками вход запрещен я помню пока мы в сочи жили не все спрашивали а куда куда собаками можно вот смотрите вот в турции например собаками этот пляж нельзя вот он голубой флаг рядом флаг турции это значит что это пляж очень хороший моли бояра как-то так короче вот смотрите читайте есть схемы и так далее и тому подобное ну и конечно вот даже и супермаркет тут да здорово бунгалы закрыта но барчик работает есть кстати спуск для людей с ограниченными возможностями вот нас на колясочке можно спуститься настилы есть не знаю кто это мужик какой-то и вот люди располагаются чилят полно рыбаков кстати полно рыбаков вот такие вот души есть все это дело друзья функционирует и дальше можно двигаться туда 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 в сторону алании мне кажется есть по берегу пойти до алании спокойно дойдешь да такой песок очень-очень мелкая галька и вот я был прав насчет деревьев они вечернее время все светятся на них лампочки висят морюшка любимые рыбачки рыбачьи оба иди сюда море буду трогать себя так неохота заходить сейчас чуть-чуть волна вообще вода теплая на самом деле ладно что попробую спуститься а поэтому люди все и купаются чистая-чистая водичка о подошло но градусов наверное 22 как на западном берегу крыма примерно так почти накрыла меня русских конечно здесь очень много вот мужчина с ребенком подошел дети знакомились вот это тоже русские лежат это тоже русская семья и чисто по голову можно всех определить вот тоже русские вот тут в кафешечке купил чай стоит 6 лир это получается на наши деньги 30 36 рублей получается 6 на 6 36 до 36 рублей ну вообще недорого учитывая что мы прямо на пляже покупаем я тут миронечка укачал хочу снова сказать про нашу коляску пару слов это конечно лучше штука для мирона которую мы покупали это что-то сверх сверхчеловечное что придумали вот такую штуку таскать с собой в путешествие это конечно классно а еще у наших старших любимые занятия на море это ходить по пляжу и собирать ракушки они туда ведерочка собирают ходят тут уже полтора часа туда сюда туда сюда собирают подбегут нам покажут и дальше играют класс еще 16 настика стим гриме грют в сочи такой пляж пустой только тогда когда непогода есть обычно всегда очень много людей в турции ваще пусто то что друзья зрители канала мы будем двигаться домой время уже видите к закату нам еще нужно дойти чтобы мирончик не проснулся пока спит что-то нам спокойной обстановочки дойти до дома я очень надеюсь что я вам передал атмосферу через экраны с прекрасного средиземного моря побережье анталии вот так здесь здорово я сам прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока мы шли домой мы зашли на рынок и немножко затаялись смотрите купили помидор вот такой вот хлеб выпечку фисташки грецкий орех помидоры вот тут еще я уже мою значит детишкам такие сладости они попросили кукуруза и авокадо друзья и все это вот вышло на 900 рублей пишите комментарии как вам цены как вам море как вам пляж поддерживайте наш канал лайками и комментами а вот я теперь сами точно уже прощаюсь до нового выпуска пока пока когда вот вот Продолжение следует...